Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан расширен перечень граждан, которым назначается новая социальная выплата из Государственного фонда социального страхования в связи с потерей доходов в период ЧП. Социальная выплата, размер которой на человека составляет 42,5 тысяч тенге в месяц, полагается следующим категориям граждан. Работники субъектов среднего, малого и микробизнеса, индивидуальные предприниматели, лица, занимающиеся частной практикой, нотариус, частый судебный исполнитель, адвокат, профессиональный медиатор, плательщики единого совокупного платежа. Лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которого является выполнение работ, за которых налоговым агентам уплачены обязательные пенсионные взносы. Работники субъектов крупного бизнеса в населенных пунктах, где введен карантин. Значит, карантин могут подавать заявление на получение данной выплаты потенциальные получатели социальных выплат. Значит, первое, это может работодатель непосредственно подать заявку для своих сотрудников. И второе, также работник непосредственно тоже самое может подать заявку, и индивидуальные предприниматели, лица, занимающиеся частной практикой, они самостоятельно подают заявки. Значит, если подает заявку работодатель, заявление подается в местный орган по вопросам занятости через сервис электронное обращение на веб-портал электронного поэклисту с приложением списка лиц, потерявших доход в связи с ограничением деятельности или приостановлением деятельности на период действия чрезвычайного положения. Ранее для назначения выплаты требовалось не менее трех месяцев участия в системе социального страхования в течение последних 12 месяцев. Теперь для назначения соцвыплаты достаточно, если работники ИП и ЧП самостоятельно делали социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования хотя бы один раз в последние 12 месяцев. Гражданам, претендующим на назначение соцвыплаты, не надо доказывать наличие социальных отчислений или пенсионных взносов. Это автоматически проверит Государственная корпорация правительства для граждан. Катерина Ивашенко, Аблазий Нулаев, 7-7 Ньюс.